Павел Пантелеич, только что закончилась контрольная игра с Липецким металлургом. Какие ваши первые впечатления о прошедшем поединке? Ну, нужно отметить, что контрольную игру мы проводили на фоне, скажем так, больших нагрузок. И где-то нам не хватило, особенно в завершающей стадии, свежести. Так, игра, особенно в первом тайме, проходила полностью под нашу дикту. Мы овладели территориальным, преимущественным, игровым. Команда металлург практически в 10 человек отошла назад. И то, что не получилось, у нас позиционные атаки. Позиционные атаки. Владея мячом, владея территорией, мы, скажем так, создали минимум моментов для взятия, минимальное количество во втором тайме. Мы 7 человек заменили, те ребята, которые находились на просмотре. Качество игры немножко хуже стало, как по качеству игры. Ну, это объяснимо, то, что большая группа на просмотре. Естественно, что необходимо время для того, чтобы они сыгрались, наладить игровые связи. Павел Пантелеич, вот эта большая группа новичков, кто-то из них вам особо приглянулся? И какие-то первые выводы можно сделать о том, кто из них останется, кто не останется? Ну, мы из новичков, которые сегодня выходили и в первом тайме, и во втором, в квалификации, допустим, вратаря Котлерова у меня нет сомнений. В квалификации левого защитника Драникова нет сомнений. Нет сомнений. Неплохое впечатление и по тренировкам, и в начале первого тайма проявлял Коробов с хорошим гриблемом, с хорошей скоростью. Высока вероятность, что... Ну, не высока вероятность, что он останется в команде. Остальные ребята пока, пока, скажем так, есть еще время доказать свою профессиональную состоятельность и убедить нас, руководители клуба, в том, что они достойны выступать в футбольных клубах. Дальнейшие планы по подготовке команды к старту в первости? Ну, с момента того, как я приступил к работе, прошло 13 дней. 13 дней мы работали без единого выходного. Завтра у команды восстановительное мероприятие, и после пяти дней двухразовых тренировок, все, мы дадим возможность немножко передохнуть. И в недельном цикле уже будем готовиться непосредственно к старту 12-го числа. В промежутке мы проведем две контрольные игры 5-го числа с выбором Курбатова. И 8-го числа, скорее всего, либо с нашим дублирующим составом, либо мы сыграем двухстороннюю игру. Количественный состав позволяет нам это сделать. И уже будем моделировать игру, и будет играть состав, который будет стартовать в первой официальной игре 12-го июля.